Всем привет! Сегодня мы снимаем ролик, посвященный родителям, которые думают, куда отдать детей в школу и где бы рядом прикупить жилье, чтобы было удобно их детишкам бегать в школу, а не возить их на автомобиле. Поэтому, друзья, сегодня будет топ 5 школ и какие ЖК вокруг этих школ. Давайте смотреть! Для такой важной темы я в гости пригласил Валерию Козлову. Это вице-президент Уральской палаты недвижимости. То есть это тот человек, который знает про недвижимость больше всех. Ну, по крайней мере, я так думаю, потому что своим взором она окидывала абсолютно весь рынок Екатеринбурга и даже за его пределы. Поэтому именно этот человек сегодня нам будет помогать. Валерия! Привет, Иван! Спасибо, что ты отозвалась, пришла на эту встречу для того, чтобы нашим дорогим, уважаемым зрителям раскрыть глаза, где жить хорошо рядом со школами. Я считаю, это очень важная тема. А ты как думаешь? Безусловно, я тоже считаю, что это очень важная тема. И я не только вице-президент Уральской палаты недвижимости, директор агентства недвижимости, но и многодетная мама. Поэтому мы сегодня с тобой по теме поговорим очень глубоко. Валерия, ты сегодня отобрала топ-5 школ города Екатеринбурга. Объясни, пожалуйста, почему именно их? Я бы хотела отобрать больше школ, скажу тебе честно. Топ-20 я бы взяла бы. Но, во-первых, есть два параметра, по которым сегодня анализируются школы в целом. Рейтинги составляются. Это поступаемость выпускников в ведущие вузы страны. Как этот рейтинг называется? Ну вот мы сегодня по РАЭКС будем смотреть. Это аналитический центр независимый, который делает много разных рейтингов и оценочных компаний и каких-нибудь металлургических заводов. Но это неинтересно, мы по школам. И он делает по школам по всей стране. По всей стране, да. То есть это такой серьезный рейтинг? Очень серьезный рейтинг, в котором учтены много разных параметров. И в том числе учтен параметр по конкурентоспособности. То есть насколько хорошо школа готовит своих выпускников и как они потом конкурентоспособны на рынке при поступлении, являясь абитуриентом в высшие учебные заведения. Есть разные другие рейтинги, которые считают, например, общее количество баллов ЕГЭ. И туда попадают очень сомнительные школы, которые неожиданно вдруг в какой-то момент времени набирают высокие баллы. Но мы смотрим по конкурентоспособности, по стабильности нахождения в этом рейтинге. А вообще из 38 регионов туда попали разные учебные заведения. Вот я для себя тут небольшую заметочку даже сделала. И как раз 16 школ в этот рейтинг попали из Свердловской области. Кстати, не только из Екатеринбурга, заметь. Из области. Из области тоже, да. Мы сегодня посмотрим те 14, из тех 14 школ, которые попали из Екатеринбурга туда, мы посмотрим с вами только 5. Опять, какие школы я не беру, и они тоже попали в рейтинг. Я не беру те, в которые невозможно поступить в первый класс. То есть там проводится банально конкурсный отбор уже в пятый, в восьмой класс. Ну, например, это какие школы? Например, СУНС. Это специализированный учебный научный центр. Он всегда в топ, наверное, возглавляет эти рейтинги по Екатеринбургу. Это очень сильное учебное заведение, в которое можно поступить с восьмого класса. И две, три уже теперь школы, которые принимают по конкурсному отбору. Это девятая гимназия, это вторая гимназия. И вот недавно 110-й лицей тоже на конкурсной основе начал набирать детишек. Мы их не берем. Поэтому давайте посмотрим, куда можно поступить прям с первого класса по прописке, что немаловажно. Друзья, давайте сейчас посмотрим, что это за школы. Топ-5 школ, которые я определила для себя, опираясь на этот рейтинг. Это лицей 130-й, который находится на студенческой, на ФТУС-городке. Это 35-я гимназия, которая находится на Июльской, это пионерский. Это школа 200. Они там причем рядышком находятся 180-я и 200-я, но 200-я сегодня посильнее и в рейтинге повыше. На Кристинского 39-я, это ботаника. Это гимназия номер 5 на Народной воле 19 и 69-я школа, которая находится на Сак-Иван-Сити 36. Вот такие вот 5 школ сегодня отобраны. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, возможно, по вашему мнению, какая-то школа сюда не попала. Было бы интересно узнать, что вы думаете по этому поводу и какие вы определяете из хороших школ и хотели бы тоже их рассмотреть. Возможно, мы когда-нибудь еще отдельно снимем нечто подобное. У меня есть еще предложение для тебя, Иван. Снять отдельно ролик про частные школы. Потому что сегодня в Екатеринбурге это очень востребованная позиция. Есть прекрасные частные школы, куда люди стремятся отдать своих детишек. Предложение принимается, что нужно обязательно рассмотреть частные школы, в которые действительно люди стремятся отдать своих детей. Ну вот в частности я. Я вожу ребенка в частную школу. Ну и корифей сегодня я тоже отношу больше к частным школам. Несмотря на то, что в корифей сегодня можно попасть по прописке. И сегодня это уже муниципальное автономное образовательное учреждение. Но о корифее надо разговаривать отдельно. Отлично. Ну а сейчас мы будем смотреть, какие ЖК относятся к какой школе. Давайте посмотрим 130-й лицей. Очень хорошая, сильная школа. И находится она на Тузгородке. Вообще очень здорово, что мы смотрим с тобой не только центр города. Как традиционно почему-то считалось раньше в Екатеринбурге, что все сильные школы находятся в центре. Вообще нет. И 130-й лицей прям показывает отличные результаты из года в год. И рядом строится большое количество жилых комплексов, которые строятся на месте бывших промышленных территорий. Итак, сейчас мы смотрим на те ЖК, которые располагаются в шаговой доступности от тех школ, которые мы отобрали. На текущий момент мы не знаем, относятся ли они по прописке к данной конкретной школе, просто потому что им даже адрес не присвоен. Но так или иначе они находятся близко и мы можем взять их к рассмотрению. Лицей 130-й, который находится на Тузгородке, окружен несколькими новыми современными жилыми комплексами, которые сейчас в стадии строительства. Это жилые кварталы, теплые кварталы, как их называют, которые строит Гринвич совместно с базой. Это жилой комплекс «Современник», который строит СтройТек. И ЖК «Традиция» от Fortis Development. И Б26, Блюхера 26, будущий адрес будет у этого дома, SKM Development. Это все комфорт-класс. И есть один жилой комплекс, который в непосредственной шаговой доступности от этого лицея находится, который строит Атомстройкомплекс и позиционируется как бизнес-класс Discovery Residence, жилой комплекс. И всего у нас получилось сколько жилых комплексов рядом с этой школой? Семь. Семь объектов. Друзья, я напоминаю, что мы не знаем на 100% подойдут ли они по прописке, они просто находятся рядом. Эту информацию вам лучше узнать самостоятельно. Я тут поясню, Иван. На самом деле перед поступлением в первый класс на сайтах школ публикуются перечень адресов. И к этим адресам, относятся школа или нет, будет опубликовано на сайте школы. Эта информация обновляется каждый год. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы мы провели какой-то сравнительный анализ между этими жилыми комплексами, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Я думаю, что Валерия нам не откажет и поможет такой небольшой какой-то сравнительный анализ по этим домам провести. Потому что мне вот сложно разобраться, просто читая названия. Все они называются комфорт, 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 комфорт. Один бизнес. Можно взять какую-то квартиру семейного формата, например, трехкомнатную квартиру, чтобы было понятно, где будут расположены детские. И посмотреть, даже покрутить с планировками. Это будет прямо интересно. Ну, отлично. Но это уже моя тема, как вы понимаете. Короче, пишите в комментариях, если интересно, то будем разбирать и снимать еще дополнительные видео. Ну, а мы двигаемся дальше. Гимназия 35-я, которая находится в районе Пионерский. В гимназии там две сильных. 47-я и 35-я. Я сознательно беру 35-ю. Опять-таки, выше рейтингов, больше отзывов. И окружена сегодня гимназия, опять-таки, несколькими жилыми комплексами, которые строятся на Пионерском поселке. Пионерский поселок вообще расцвел с точки зрения нового строительства. Это жилой комплекс «Июль», который строит новый застройщик. У него первый проект «Юность». Это садовая резиденция атомстройкомплекса, цветной бульвар группы ЛСР. Такой прям стандарт-стандарт строит. Жилой комплекс «Основа» от «Фортиса» и «Даниловский» от «Сенаро Девелопмент». То есть, комфорт считается чуть повыше классом, стандарт чуть попроще. Но вот эта грань практически невидимая сегодня. Есть очень много параметров, по которым нужно эти жилые комплексы между собой сравнивать. Школа 200. Школа 200, она расположена тоже рядом со 180-й школой. И потом, в будущем, после того, как вы перейдете уже в среднее звено изначальной школы, возможно, захочется подумать о какой-то частной школе типа Полифорума. И они тоже все рядышком сгруппированы. Это район Ботаники. В Ботаническом сегодня тоже строят несколько классных жилых комплексов, которые расположены в непосредственной близости с этими школами. Вот я отобрала Монблан от «Стройтека», Родонитовый от «Скона», Новая Ботаника, Ривьера Инвест. Чуть подальше, но тоже, с моей точки зрения, в доступности к этой школе располагаются те жилые комплексы, которые строятся сегодня прямо рядом с Ботаническим садом. Прекрасное место, пользуется огромной популярностью. Это и Ботанический сад от «Тена», и Ботаника Лайф от «Тена», и Ботаника Гринхаус от «Синара Девелопмент». Все влюбленные в этот жилой комплекс. И Грингарден от «Стройтека». Это все класс комфорт. Все жилые комплексы по-своему хороши. У кого-то есть плюсы, у кого-то минусы. Там действительно нужно покопаться, повыбирать. Ну, этим мы и займемся. Следующая школа, следующая гимназия – это гимназия номер 5. Одна из старейших гимназий города Екатеринбурга. У нее там два корпуса. Корпус началки расположен на народной воле. И в пятую гимназию прям много кто хотел бы попасть, в нее стремятся попасть. Она еще и рядом с зеленой рощей расположена, в таком центровом, я бы сказала, районе. Что рядом там строится? Наверное, самый близкий дом, который за последнее время построился из новостроек, это жилой комплекс на Хохряково, который у ГМК застройщик построил. Но, насколько я знаю, там квартиры закончились. В жилом комплексе Форум Сити, в Свободе Резиденс от Атомстройкомплекса и в Нью Хаус от Астро Девелопмент, который чуть-чуть далековато располагается, но, тем не менее, тоже дойти пешком можно до школы от Астро Девелопмент. В этих жилых комплексах еще есть предложения. А так, конечно, пятая гимназия – это в первую очередь вторичка. И вообще, про все мы, какие школы говорим, новостройки новостройками, но очень часто люди смотрят какие-то варианты на вторичном рынке, потому что это рядом школы. Все-таки все эти районы, они давно построены. Это все-таки не какой-то новый район, типа солнечного или академического. Там, кстати, классные школы тоже появятся, про них тоже можно будет поговорить. Ну, соответственно, чтобы определиться в новом доме, во вторичке, здесь как раз-таки помогает риэлтор, который… Надо учесть очень много параметров, в том числе готовность ждать, в том числе нужен-не нужен какой-то готовый вариант. Потому что вторичный рынок зачастую предлагает квартиру, в которую заехал и живешь. Да, застройщики сейчас идут по этому же пути, предлагая и ремонт, и мебель, и все это можно включить в ипотеку, но это все равно единичные случаи, нежели какая-то там распространенная практика. В основном мы все-таки, конечно, ждем свои новые квартиры, где-то живем в своем старом жилье, которое нужно будет потом тоже продавать, реализовывать. И здесь нужны какие-то помощники, советники, и прибегают очень часто к услугам риэлтора. Ну и завершает наш список? Завершает наш список 69-я школа. В 69-й школе у меня как раз старший сын учился, а ты знаешь, мы с тобой немножко нарушили то, о чем мы говорили в самом начале. 69-й школы нет в этом рейтинге. Но про 69-ю школу абсолютно точно нельзя забывать, потому что там собран преподавательский состав. Как раз вот те школы, 2-я и 9-я гимназии, когда прекратили прием в первые классы, все учителя начальной школы из сильнейших гимназий города перешли в 69-ю школу, и там сейчас они учат своих детишек. Поэтому 69-ю школу конкурс невероятный. Туда стремятся все попасть. Наверное, самые ближайшие дома, это там Маршала Жукова 13 и Палладиум на Сако и Вансете, это вот вторичный рынок. Из новостроек не так много предложений, которые рядышком. Это жилой комплекс Ленина 8 от «Принцип недвижимости», это премиум-сегмент, абсолютно красивый, наполненный инфраструктурой дом с соответствующим подходом. И то, что вот рядом строится, например, жилой комплекс «Гагаринский резиденц» от «Атомстройкомплекса», там жилой комплекс на «Октябрьской» от УГМК «Застройщика», и там жилой комплекс 1905 от «Энди Милотмена». Но они все не так близко расположены, как все-таки вот те предложения, которые на вторичном рынке. Поэтому для первоклашек, вот у меня просто есть кейс конкретно, у меня близкая подруга, которая выбрала специально покупку квартиры в жилом комплексе «Палладиум» на Сако и Вансетте, для того, чтобы ребенок ходил в 69-ю школу пешком, сам мог дойти до школы, прийти со школы. И было это комфортно и удобно. Это подтверждает наш тезис, что очень важно жить рядом со школой, для этого нужно определиться, в какую школу вводить ребенка, но затем уже выбирать недвижимость, квартиру в каком-то жилом комплексе, который бы отвечал вашим требованиям. Я, можно, маленькую ремарку еще сделаю, коль собственные дети есть, и много я разговариваю с педагогами, с учителями и теми, кто воспитанием занимался в детском саду. Основная проблема сейчас у нынешних школьников – это нечетко выраженная регулятивная функция. Когда ты сам не можешь собраться, собрать портфель, сделать уроки, и мы детей очень много опекаем, и как раз вот эта вот поездка в школу, доехать до школы, собраться вместе, выйти в школу, оно где-то пагубно влияет на вот ту самую воспитательную регулятивную функцию. А когда есть у ребенка возможность дойти самому, и это достаточно безопасно, и вся дорога понятная, то для ребенка, для его воспитания, для становления личности это, конечно, лучше. У меня, например, сегодня 10-летний мой сын, третий классник, он в эти школы не ходит, он ходит в школу недалеко от дома, в 104-ю гимназию, тоже прекрасная гимназия, но для меня было важно, чтобы он мог дойти сам, сразу понять, что мама, папа на работе, никто проверять его не будет, но я знаю, что мне надо сделать домашние задания, какие-то домашние дела, самому покушать и так далее, пойти в секцию и так далее. Скажи, пожалуйста, сможем ли мы с тобой еще записать ролик, разобрать жилые комплексы, сравнить их, и, возможно, какие-то еще школы захотят наши зрители разобрать, но вот в частности, ты заикнулась про частные школы, я считаю, что это отдельная тема, и нужно отдельно про частные школы снимать ролик. Иван, я даже считаю, что есть две классные темы, это частные школы и те школы, которые в скором времени построятся, либо реконструируются. Отлично, вот на этой позитивной ноте мы закончим, а вы напишите в комментариях, что бы вам было наиболее интересно на эту тему, в первую очередь, и будем снимать ролик. На этом всем спасибо, и пока, да пребудет с вами муза, классная школа и красивая квартира. Спасибо, Валерия, пока! Пока!